и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры всем 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 огромное спасибо за поддержку моего канала но сначала я хочу озвучить небольшое продолжение от предыдущих анонимов буквально через аноним предыдущие была история где женщина стеснялась попросить в общем-то и деньги у своего турецкого мужчины оба они 55 плюс и она мне писала самое главное что он прислал и довле страничку когда я уже ответила на вопрос она мне еще раз присылает сообщение и присылает собственно то что он прислал милые мои дамы если вы не понимаете что такое эдевлет не говорите на это нечто то что вам прислали эдевлет я уже видео записывая о нем упоминаю в каждом видео узнать какие по документам женат ли турок вот так вот по этой ссылке перейдете и там полная полная расшифровка как для детсада то что вы мне прислали это был старый кемлик и какой-то разворот непонятный паспорта оба этих документа не годятся чтобы доказать что он не женат он еще оскорбился был что его спрашивают женат он или нет и прислал негодные документы которые вообще но можно считать фейком ненастоящим вывод какой он обманывает он скорее всего женат и чтобы она ним повторно не просила он вот специального так прислал оскорбился и дальше продолжает общение скорее всего он просто собиратель гаремов мне жаль потому что человек который вот так себя ведет если вы еще деньги у него попросите на билет там на все такое прочее мне кажется он или будет оскорбляться нервничать или требовать чтобы вы приехали сами себе все оплатили то есть мне жаль я так надеялась что эта история хорошо закончится но резко резко шансы на успех упали человека попросили давлять страничку он на отфутболивание прислал документы которые ничего не доказывают и типа чё это ты меня спрашиваешь я не советую с такими связываться дальше какой момент почему то возникает у многих у многих людей вот они заходят на турецкий эдевлет и пытаются там что-то найти вы не найдете ничего чисто по кемлику например по номеру паспорта или по номеру кемлика его вам нужен шифр чтобы войти то есть там существуют аккаунты так же как на русских госуслугах например вы же не можете просто на госуслуги зайти забить имя человека и на него всю подноготную вы поймите что сайты примерно одинаково построены то есть вам нужен именно логин это будет номер кемлика и паспорт к нему который в общем-то если турок хочет поделиться он с вами поделиться если он не хочет поделиться он имеет полное правило не делиться но здесь уже возникает другой вопрос он не хочет вам показывать что-то скрывает и так далее он не хочет делиться хорошо так ты дорогой мой сам зайди туда сфотографируй свой эдевлет то есть делай скрин с телефона и пришли как говорится женщины покажи что ты действительно там на данный момент свободен то есть наши женщины почему-то везде вот это вот я сама я сама и турки так и продолжают обманывать но я здесь бессильная реально а теперь еще раз извиняюсь перед данным анонимом я сочетаю анонимный вопрос он в общем-то коротенький и наконец-то мы все вместе разберем добрый день ольга прошу вас совета консультацию я вдова из скандинавской страны и пенсионерка возраст 60 плюс с хвостиком вы пишете собираюсь зимовать в алании впервые в турции с ноября по март буду снимать квартиру замуж не собираюсь но хочется путешествовать не на длинные дистанции например в каппадокию по муккале седе могу ли я познакомиться с пенсионером легким на подъем то есть друг для общения поездок но и не ежедневно английским не владею языки русские и страны которые я проживаю то есть это но где-то скандинавская страна здесь я сразу оговорюсь вы вряд ли наверное встретите человека который им владеет этим языком но русский ваш основной будем так считать здесь материально независимо вы пишите плачу за себя сама что посоветуете объявление на продовольственном магазине написать шутка ну понятно то есть где вообще познакомиться смотрю много роликов перед поездкой обратила внимание на ваш канал зависла всех благ вашей семье адекватных подписчиков развития канала и так во первых вы впервые едете в турцию я даже не знаю надеюсь что она вас не разочарует но вообще и скандинавских стран очень много пенсионеров не обязательно вот с русским языком а вообще из скандинавских стран едут зимовать самое главное снимите дом или квартиру с отоплением которые вам подойдет по цене то есть кондиционеры много жрут чаще все-таки уфу используют но вот эти инфракрасные излучатели или еще лучше это отапливается газом то есть комби чтобы было тогда вообще круто я очень надеюсь что вам понравится обычно всем нравится алания анталия это место где в принципе турецкие но нужен конечно но не так сильно насчет вида на жительство я так поняла на полгода но это вы сами решите я в этом вопросе не буду освещать потому что ваши главный вопрос где познакомиться с человеком примерно вашего возраста для не частых встреч и несерьезных отношений вообще видео про несерьезные отношения я уже снимала я здесь ссылочку оставлю будьте готовы к тому что как бы вы не строили несерьезные отношения прежде всего турок будет все равно на вас какую-то собственность предъявлять будет ревновать будет названивать там например или что-то в этом духе даже если он будет трижды женат и вообще не свободен турки мужчины они такие вот ну в этом смысле восточные мужчины они стараются сразу женщину застолбить я вы уже упомянула что я видео снимала то есть там я подробнее не хотелось бы здесь в этом останавливаться так вот где познакомиться как говорит моя дорогая подруга с канала поговорим по июля чтобы познакомиться с турком нужно просто быть просто быть живой женщиной просто дышать то есть это вообще не проблема познакомиться с турком как только более-менее свободный турок засекает то в его радиусе есть женщина с которой можно познакомиться он непременно познакомиться у них нету комплексов неполноценности и все даже не калькушные турки запросто подходит к очень красивым и богатым женщинам без всяких стеснений что он такой крутой мужик и все прочее то есть познакомиться будет не проблема лучше всего и вы же планируете его для поездок попробуйте из самой алании поехать в несколько поездок самой то есть на русском языке будут предлагаться различные там путевки все такое прочее вы запросто сможете познакомиться с кем-то внутри путевки уже истории были что и знакомились и так далее то есть вы куда-то едете у вас интересы уже совпадают и вдруг где-то какой-то пенсионер турецкий также сам едет куда-нибудь посмотреть по муколе или что-нибудь в этом духе вполне хороший вариант второй вариант не знаю подходит или нет потому что 60 плюс я надеюсь что вы владеете телефоном но судя потому что вы прекрасно владеете электронной почтой и всем прочим то я думаю что вы владеете нужно установить любое приложение но не тиндер что-то на тиндер в турции вообще плохие отзывы любое приложение для знакомств не обязательно турецкая с геолокацией то есть ваш телефон если поддерживает геолокацию в округе по вашим требованиям по вашим как бы критериям будут собираться мужчины а там уже можно назначить свидание посидеть в кафешке отфильтровать как он пришел в общем то с цветами и светами на свидание предложил ли хотя бы заплатить в общем за даму потому что вообще-то в турции мужчина платит когда он приглашает даму сразу никогда не рассказывайте про свое материальное положение что вы можете заплатить и так далее может быть поначалу вы будете даже общаться через переводчик это как бы бывает то есть вполне можно таким способом познакомиться с нужными людьми так как вы замуж не собираетесь вот от слова совсем то и в принципе то я думаю можно и не спрашивать и девлет страничку почему потому что в этом возрасте очень часто бывают мужчины неразведенные но не живущие с женами если вас это не волнует все равно вы с ним на жить больше не собираетесь просто приятно провести время ну и зачем это и девлет страничка бог с тобой что ты там где-то женат ты же на данный момент не живешь с этой женой так что вот этот критерий очень сильно упрощает вам жизнь то есть не нужно каких-то страданий там что он где-то женат ревности непонятные но провели вместе время разбежались и так далее поехали вместе путешествие мне кажется это все очень сильно упрощает жизнь хочу еще сказать что очень многие турки и пенсионеры они все практически легки на подъем то есть в этом не сильно проблематично именно когда они завершают работу уже основной выходят на пенсию они очень легки на подъем правда то есть их уже не дети особо не держат не работа и они с удовольствием везде ездят поэтому мне кажется проблемы совсем не будет даже прогуливаясь по набережной вас заприметит какой-нибудь турецкий мужчина они тоже там любят прогуливаться не дома сидеть перед телевизором даже если в одиночестве где-то заскучайте в кафе тоже вас заприметят ну как мы уже сказали вот я говорю с юлей с канала поговорим по-турецки нужно просто быть и быть женщиной вас непременно турецкий мужчина оценит и найдет тот самый а может сначала не тот самый то есть все равно фильтровать нужно будет я очень надеюсь что я ответила на ваш вопрос от всей души и желаю вам счастья пусть и найдется тот самый мужчина который будет с вами путешествовать везде пусть у вас сложится именно так как вы хотите пусть у вас зимовка в Аланье пройдет просто замечательно приезжайте почаще в эту замечательную страну и всем всего самого наилучшего любви добра и счастья и хорошего отличного настроения увидимся на других видео пока пока